16 мая, День памяти священномученика Николая Беневоленского. «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Священномученик Николай Беневоленский родился в 1877 году в семье священника. Большое влияние на становление будущего святого оказал его дядя, старец Алексей Соловьёв, который подвязался в Зосимую пустыню, а позже в Тройце Сергею Лавре. Учаясь в Духовной Академии, он едва ли не каждое воскресенье навещал дядю. После смерти старца в 1928 году многие из духовных чад подвижника окормлялись у отца Николая. Окончив в 1902 году Духовную Академию, Николай был преподавателем богословия. В модулести он хотел принять монашество, но Господь уготовал ему другой путь. Николай Владимирович женился и принял священнический сан. С 1917 года отец Николай служил в столичном храме преподобного Семёна Столпника. В нём служили его отец и дед, и он был настоятелем храма вплоть до его закрытия. Несколько раз он сослужил здесь святителю Тихому, патриарху Московскому, который приезжал в храм на престольные праздники. В 1918 году в квартиру Беневоленских подселили семью рабочих, отобрал часть комнат. Вскоре семью священника и вовсе выселили из квартир, как людей идейно чуждых установкам советской власти. После закрытия храма отец Николай перебирался с семьёй в Сергиев Посад. Братарей Николай всегда проповедовал без оглядки на враждебную позицию советской власти. Его супруга неоднократно просила, чтобы он воздержался от проповедей, но священник считал своим долгом донести слово правды и знания до своих прихожан. В 1939 году в храм, где служил отец Николай, назначили нового настоятеля, который имел дурную славу в городе. Он был осведомителем властей. Прихожане предупредили священника об опасности. Новый настоятель, секретный осведомитель НКВД по кличке Лебедев, сразу же принялся за работу. О священнике Беневоленском он доносил следующее. «Человек с высшим образованием корчит из себя монаха, увлекает народ для бесед в тёмные углы, читает им неизвестные книжки, даёт секретные наставления втихую. Очень любит частную исповедь». По его собственным словам, он повторяет жизнь схимонаха Алексия с его дядей и убеждённо ему подражает. После регулярных доносов отца Николая вызвали в НКВД и предложили стать осведомителем. Отец Николай категорически отказался. Опытный сотрудник, в конце концов, путём шантажа, слонил священника к сотрудничеству с условием, что тот меньше будет платить налогов, а если не согласится, ему придётся платить все налоги, и в результате он окажется в тюрьме. Бесовское искушение часто застаёт человека врасплох, чтобы тот не успел помолиться, воззвать за помощью Господу. И в этот момент беспомощного человека без Божьей поддержки захватывает различными страхованиями и проявляется малодуший. Отец Николай по малодушию дал подписку о сотрудничестве с кличкой «Схимник». Однако память о старце и молитва дяди-исповедника не оставили его. Выйдя из здания НКВД, он осознал всю дьявольскую сущность предложения, совершенно для него невозможного, так как каждый шаг в эту сторону – это путь в бездну, шествие вслед за Иудой к погибели. Неделю дал себе отец Николай пожить на свободе, а затем, собрав всё необходимое для жизни в тюрьме, явился в квартиру для конспиративных встреч и заявил, что доносить и шпионить не будет. Тогда его не арестовали, за ним пришли через год. Изматывающие допросы в тюрьме продолжались более месяца. Отец Николай прямо обо всём говорил без утайки. И о старце Алексея, что это его дядя, брат матери и рослимонах Зосимовой пустыни, что старец имел большой авторитет среди верующих. Священник подтвердил и то, что он подвергал критике политику советской власти по ряду направлений, однако при этом никого не говорил, никого не сдал. Его приговорили к пяти годам заключения в исправительной трудовой колонии. Тяжелые условия лагерной жизни сказались на здоровье священника. 19 апреля 1941 года отец Николай послал последнее письмо супруге. «Поздравляю вас с торжественным праздником!» Писал он, поздравляю их с Пасхой. «Я сейчас лежу в больнице. Слава Богу, обходится пока благополучно. Упываю и впредь на помощь Божьей». Протерей Николай Беневоленский скончался 16 мая 1941 года в Карагандинском лагере и был погребен в известной могиле. Еще в 1902 году, не ведая, что ждет его впереди, одесса Николай в своей кандидатской работе «Первые дни христианства» писал, «Теперь, когда так часто люди в погоне за житийскими, земными интересами забывают Христово учение, когда сам нередко погружаешься в эту суету, чувствуешь, как черствеет и каменеет сердце. Как-то особенно хочется перенестись мыслю на 19 веков, войти в мысли и чувства первых христиан, хоть немножко освежиться и подышать той атмосферой». И это исполнилось. Протерей Николай Беневоленский причислен к лику святых новомучеников и исповедников в августе 2000 года.